Уполномоченный по гендерному равноправию и равному обращению – независимый и непредвзятый специалист, следящий за выполнением требований закона о гендерном равноправии и о равном обращении, к которому каждый житель Эстонии всегда может обратиться. И кто бы мог подумать, что в стандартных анкетах о приеме на работу уполномоченные увидят нарушение закона. Как оказалось, вопрос о поле, наличии детей, возрасте и национальности соискателя работы, а также отбор по этим критериям будет способствовать дискриминации кандидатов. Уполномоченный также обращает внимание порталов по трудоустройству на то, что выбор кандидатов на основе личных данных, в том числе разрешение использовать соответствующие параметры поиска в базе данных, противозаконны. Такие действия напрямую способствуют дискриминации кандидатов и противоречат Конституции, закону о равноправии, закону о равенстве ПАОФ и закону о трудовом договоре. Используемые на порталах формы для биографии и поисковые фильтры позволяют работодателю исключать людей, которые не подходят ему из-за его личных предубеждений. Прежде всего, такое необоснованное исключение касается родителей маленьких детей, женщин, а также кандидатов старше 50 лет, в отношении которых у работодателей часто имеются предрассудки. От работы зависит ежедневное выживание человека и его семьи, а также его самооценка и достоинства. Если работодатель при найме исключает кого-то из-за его пола, наличия детей, возраста или национальности, это серьезное нарушение прав человека. Действительно, при отборе лучшего кандидата, решающими должны быть образование, навыки, знания и опыт работы человека. Сеппер отметила, что формы CV, которые в обязательном порядке требуют информации о поле, семейном положении, возрасте и национальности, и жили своем. Да и вообще, это данные, которые должны работодателям интересовать меньше всего. Уполномоченный также отметил, что использование такой личной информации дает нанимающему на работу возможность принимать решения о кандидате на основании неуместных данных, что и приводит к неравному обращению. В течение полутора месяцев порталы должны представить отчет о том, каким образом и в течение какого времени они внесут изменения для прекращения дискриминации.